На этих фотографиях Алексей Богаткин, один из потерпевших. Выбитые зубы, сломанные переносица, два перелома верхней челюсти. Все эти травмы, как установило следствие, были получены им 27 февраля в кафе «Чистые пруды», где молодой человек отдыхал в компании друзей. Это интервью было записано спустя три недели после случившегося. В какой-то момент Женя Алексеев случайно стакан разбил, но мы сильное значение не придали, отставили процессуторную, решили оплатить вместе со счетом и сидели, продолжили общаться. По словам Алексея, позже к ним подошел директор кафе Виктор Яковлев и грубо потребовал немедленно расплатиться. Сам подсудимый уверяет, он-то разговаривал вежливо, в отличие от нетрезвых клиентов. Еще не было ни пределы, ни счета, ничего, никто ничего не... Я просто попросил обратить внимание Алексееву на то, что Богаткин все уже, бухой, не надо порядок, ничего не надо, за это все равно же придется платить. Я вообще никому не трогаю. И все же следствие посчитало Яковлева зачинщиком драки. Правда, ему помогал еще один человек. Кто он, до сих пор не установлено. Весь круг лиц установлен, находящийся в кафе был. И почему это лицо не установлено до сих пор, остается вопросом. Скверные слухи об этом кафе ходили и раньше. А так, бывший директор Виктор Яковлев встречал членов общественного движения по защите прав потребителей. Хорошо. Почему вы камеру мою трогаете? Я камеру никуда не уберу. Можете вызывать полицию? Можно без полиции. Можно без полиции. И я плачать не буду. Из потерпевших на приговор явилась только супруга Алексея Богаткина. От комментариев она отказалась. Почему изувеченные клиенты кафе не стали требовать компенсации, ущерба не пояснила. Виктора Яковлева приговорили к двум годам в колонии строгого режима. Приговор защита намерена обжаловать. Наручники на осужденного надели прямо в зале суда. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.